Друзья, всем привет. О да, свершилось. Решился я все-таки на ремонт токарного станка. В сегодняшнем видео мы будем менять все шпиндельные подшипники. Раз, два, три, четыре и пять. Вот он весь набор, который нужно заменить. Дело это не простое и по всей видимости делать будут долго. Именно поэтому можно ответить сразу на вопрос, почему не сделал раньше. Не хотелось, друзья, оставаться без основного инструмента в работе. То есть этим токарным я пользуюсь больше всего из всех остальных моих инструментов. Почистил уже станок, чтобы приступать. Но не тут-то было. Ребята, я предчувствую большие проблемы с вытягиванием шпинделя и решил сделать оправку. Решил сделать еще одну финальную работу на этих подшипниках. Вы очень удивитесь, когда мы начнем вытягивать подшипники и вы увидите состояние, вы будете просто поражены, что при всем при этом станок еще довольно таки неплохо работал. Да и работает до сих пор. Протачиваем и всячески загрязняем только что очищенный станок. Можно ускорить. Вот такая поверхность. Если присмотреться, можно заметить некую резьбу, то есть периодически повторяющиеся канавки. Я думаю, это связано как раз таки с подшипниками. Наружная обработка. Вроде в целом все роскошно, но когда точишь алюминий и хочешь сделать зеркало супер резцами, то не хватает. Не хватает качества подшипников. Рассверливаю нереально огромным сверлом. А так идет процесс. Мягко идет. Вот такая стружка при этом получается. Очень красивая, очень. Далее росточка у нас. Сделал с приличным натягом. Запрессую на пару тонн. Все, хватит, думаю, такой прессовки. В обратную тоже не идет. Отлично, ребята, отлично. Есть у нас специальная оправка теперь для вытягивания шпинделя. Приступим к разборке. Но помните, процесс этот не только интересный, но еще и полезный. Кое-кому может даже понадобиться, у кого такие станки, посмотреть поочередность сборки. Ну и посмотреть, может у меня какие-то проблемы возникнуть, как их решать. Я не каждый день таким занимаюсь и не очень-то и хотелось бы, если честно. Но надо обслужить этот механизм. Крышка тяжелая. Вот так вот выглядят механизмы передней бабки. Видно, что даже выработались новые ремни. Видно, пошла бахрома какая-то. Давненько я сюда не заглядывал. Но это говорит лишь о том, друзья, что я очень много работаю на этом станке. Раз даже ремни вырабатываются. Но это что-то. Вот она везде. Это бахрома от ремней. Там-там-там. Кругом она. Для начала нужно снять колпак. Потом будем вытаскивать чугунину вот эту с подшипником и вы увидите, насколько выработанный упорный подшипник. Именно из-за него плохие торцевые поверхности. Ну как плохие. Не такие хорошие, как могли бы быть. Не зеркало. Ремни я уже расслабил. Так что давайте вынимать, вытягивать и разбирать. Я смотрю, этот колпак я особо сильно-то и не закручивал. Отпускаю гайку через латунную палочку. Мы ее раскрутим. Не терпится вам показать износ подшипника. Он просто нереальный. Ребята, вы такого никогда не видели. И станок мой высокоточный работает. Представляете, работает. Две отвертки решают проблему без шума и пыли. Снимается пыльник, как я понимаю. Вот такая вещь. Видите, здесь есть отбойники для масла. Эта система здесь очень плохо работает, если честно. Когда поставлю новые подшипники, мне их будет жалко и надо будет как-то систему модернизировать, которая заднюю опору запитывает маслом. Что я сказал, она работает плохо. Это как-то неправильно я сказал. Она просто не работает. Идем дальше. Ремни здесь, конечно, хитро снимаются. Они посредине расположены. Можете заметить, не с краю вот здесь. Это сделано для того, чтобы они не отгибали, то есть никак не влияли на шпиндель. Они со шпинделем связаны какими-то шлицами, возможно, или шпонкой. Точно я не знаю, но знаю, что они связаны. Короче, увидим. Кожух тоже надо снимать. Как всегда, придется разобрать весь станок. Затем в специальные отверстия мы должны вкручивать болты, чтобы вынуть корпус. Он находится под неким напряжением и его так просто вытащить не получится. Но конструктора позаботились и добавили съемники. Вот смотрите, что происходит. Можно потихонечку вытаскивать. Давайте теперь посмотрим, что такое конский износ подшипников и всей периферии, которая с ним соприкасается. Смотрите, колечко. Здесь не так явно, но видно все в задирах. Эта часть прикасалась к подшипнику. А вот оно колечко, колечко от подшипника. Обратите внимание, то есть он фактически не работал. Может быть, он даже и нормальный в этой части, но сзади это просто жесть. С другой стороны тоже самое. Видно, что он вклинивал, терся. Есть даже некая синева здесь. Ну и ответное место соответствующее. Идем дальше. Здесь есть стопорное кольцо. Вытаскиваю его. Именно внутреннее кольцо вытащил. И далее все легко снимается. Так, но стопорится. А что такое? Тут более-менее плотно, но идет. Ремешки почти сняты. Отлично. Выкручиваем этот гужон. Пытаемся вытащить шкив. В принципе поддается. Чуть не срезала палец. Далее очередность такая. Вынул рычаг и приступил к откручиванию гайки подшипника. Не забываем выкручивать гужоны. Вот и все. Гайка откручена. Подшипник мы сдвинули. Теперь, я думаю, даже шпиндель болтается. А то что-то уж очень классно он держался на одном подшипнике. А теперь вот... Все, ребята, можно сказать, шпиндель освобожден. Как он теперь классно крутится. Ну да, он был перетянут, ребята. И я его подтягивал, и до меня его подтягивали. Все дело в том, что когда изношенный подшипник, его подтягивай, не подтягивай, ничего не изменится. Потому что он вырабатывается не точно по кругу, а он вырабатывается в одном месте. Но я имею в виду, если уж прям сильно крупная выработка. Если, конечно, маленькая, можно до каких-то пор подтягивать. Тут сами понимаете, судя по задним подшипникам, вы, наверное, можете себе представить, какая здесь выработка. Сейчас мы извлечем его и посмотрим. Надо расконтрить вот эти винтики, по идее шестеренки должны сняться легко. Полюбовно не получилось договориться, буду высверливать. Видно из-за того, что шестерня очень мощная, ее все время шевелило и где-то там заплющило. Поэтому никак она не выкручивается, согнул даже инструмент. Есть такие инструменты, которые все что хочешь выкручивают. Пришло время воспользоваться изготовленной приспособой, потому что шпиндель не выходит все-таки. Все-таки не зря люди долбят кувалдами. Я, честно говоря, тоже немножко тут помахал, пытался через деревяшку выбить его. Пару раз ударил небольшой кувалдой, но понял, что это будет безрезультатно. Потом я пытался гайкой выкручивать. Короче, что я вас томлю, вот эта шестерня просто мертва здесь сидит на валу. И только лишь вот этой приспособой можно ее безболезненно выдернуть. Сейчас покажу вам, как это работает. Крутим барашек. Не, не выходит она вот здесь. Не буду скрывать, что поначалу мне пришлось немножко помочь. Потому что вначале было туго из-за того, что расклинило гужон. Я его высверливал. Потом пошло как по маслу. Вот уже совсем всё отстрелилась. Шестерня. Что ей не давало, непонятно. Может вот эта шпонка? Выкатываю полностью шпиндель. Я думаю, в таком положении мы его и обслужим. Смотрите, какой красавчик. Смотрите, какой здесь подшипник. Сейчас на макро покажу. Теперь, как и обещал, показываю износ. Это ролики. Вот такие они роскошные. Ну а вот внутренняя обойма. А вот как выглядит новенькое кольцо от новенького подшипника. Среднюю часть я уже установил. Среднюю часть я уже установил. Скотчиком вот так облепил, чтобы не высыпались ролики. А то бывает и такое. И уже даже немножко подтянул гайку. Совсем чуть-чуть. Сейчас запрессую вот сюда обойму и будем двигаться дальше. Хочу вам показать некие артефакты, найденные мной. Ну как обычно, как обычно. На станках не все так просто. Смотрите, ребята. Во-первых, вот прикол какой. Видите, что-то было накернено. Я естественно подшабрил, убрал все это безобразие. Еще я просверлил пару отверстий. Вот смотрите, видите. Оно сквозное и выходит в картер вон туда. Оно нужно для того, чтобы сливалось масло с подшипниковой полости. Здесь так называемый центробежный сальник. Не знаю, как его назвать. В общем, он отбрасывает масло в некую канавку. А из канавки масло уже выходит в отверстие. Вот это отверстие. То есть тут отверстие есть, а здесь отверстия не было, ребята. Поэтому у станка был огромный масложор, от которого нам, я вот думаю, прямо сейчас удалось избавиться. Задней бабкой аккуратно задавливаю. Ух ты, довольно плотно идет. Идет отлично. Вроде бы как прекрасно идет, ребята. Маленькими ударами заходит. Все нормально. Верю в успех этого мероприятия. Такое нынче стоит целое состояние. И дома отлично, ребята. Вот, все. Замена подшипника состоялась. Ремешки уже установлены, штуцера почти все повкручены. Неужели будет новая масляная система? У нас имеется та самая выработанная дистанционная шайба, которую я решил перевернуть наоборот. Вот эта часть выработанная, а здесь не выработанная. Аж страшно ставить такую красоту. Тут есть еще одна ответная шайба и она естественно выработанная, друзья. Я уже приступил к шабрению, буду восстанавливать поверхность. Можно теперь с чистой совестью менять вот этот вот подшипник. Сидит он тут тоже не сказать, что сверх хорошо. Все посадки такие нежесткие. Обратите, пожалуйста, внимание, ребята, что я как всегда зенкую все отверстия. Вот, делаю такие фаски везде, чтобы было как можно более качественное прилегание поверхностей. Вроде бы как главное правило токаря делать фаску, но вот на токарном станке фасок не было. Вот здесь. Здесь есть определенная сторона, то есть его никак попало надо ставить, а именно в сторону зажима, ребята. Ну вроде бы правильно все получилось. Мягко зашел, сидит. Собираю низ бухты барахты, нашел схему и по ней собираю, чтобы не ошибиться. Задавливаю гайкой все как вы любите, без ударов. Инструмент не совсем подходящий, но какой есть. Норовится дело идет. Попробую дунуть, есть ли проход. Вроде бы есть. Надо еще понять, есть ли всос. Запустился, друзья. Предварительно выставил все натяги подшипников. Пусть чуть-чуть поработает, потом я еще буду корректировать. Но вот пока вот так вот работает. Сделал масляную систему современную модную. Благо вот эти коннекторы очень хорошо сюда подошли. Не пришлось ничего перенарезать, никакие резьбы. Все четко вкрутилось и все работает. Вот смотрите, какая красота. Вот там внутри, если заглянуть в отверстие, видно, что капает прямо на шарики подшипника. Сейчас я вам даже покажу, как это работает. То есть тут с виду вроде бы все просто, но есть нюанс. Видели? Здесь еще трубочка, которая прямо туда направляет. Сейчас поставлю крышку и можно будет дать оборотов побольше. Посмотреть на нагрев подшипников, греются, не греются. Вот так работает фонтанчик, друзья. Тихо работает станок. Учтите, что работа идет на полных оборотах. Я уже измерял пирометром, подшипники немножко греются. Где-то на 2 градуса за 10 минут. Одинаково греются, что спереди, что сзади. Видите, здесь температура чуть пониже. Ну я думаю, это нормально. Смазка подается хорошо в больших количествах, жирно. Должно работать хорошо. Сейчас подберу какие-нибудь чистовые резцы и мы попробуем, ребята. Попробуем, как оно режет. Та же железка, что стояла. Давайте ее попробуем для начала проточить тем же самым резцом, который и стоял. Не скажу, что разница какая-то уж очень огромная, но она есть. Обратите внимание, вот здесь есть некая повторяемость какой-то резьбы. То есть как будто через некие промежутки что-то повторяется через несколько витков. Здесь такого явления вроде бы как не видно. У меня станок был хорошо настроен, у меня там все зажато было, поэтому резало оно и раньше хорошо. Но вот сейчас вроде бы немножко получше. Но это на стали, друзья. Лучше всего смотреть на каком-нибудь цветном металле, как оно себя ведет. Поставил алмазную пластину, давайте пробовать. Со всей ответственностью заявляю, друзья, что чистота гораздо лучше, чем была. Видно невооруженным глазом. Эх, 20 минут пятого ночи. Проделан, конечно же, огромный объем работы. Получается, два дня у меня ушло, вот до пяти ночи второй день я занимался. Ну все готово, друзья. Все точит просто огонь. Я конечно ожидал большего, с учетом того, в каком состоянии были старые подшипники. Но вот правда жизнь не такова. Даже на старых подшипниках станок может не так уж и плохо работать. Но сейчас работает гораздо лучше. Я надеюсь, в процессе эксплуатации я буду просто кайфовать и неистовствовать. Все-таки и точность и жесткость должна повыситься. Потому что подшипники, когда они вырабатываются, особенно вот этот, у него есть такая область, куда он ныряет, так сказать, под нагрузкой. И как его не подтягивая, эта область пустая остается. То есть он не круглый получается. Вот. А сейчас он круглый и хороший. Ребята, надеюсь вам это видео понравилось. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите своим замечательным лайком. Всем пока. До новых встреч. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова